Знаете, чем отличается оптимист от пессимиста? Пессимист говорит, ну, хуже уже некуда. А оптимист говорит, есть куда. Да, у нас сегодня оптимистичная проповедь будет. СМЕХ На этого бедного Макрона во Франции, потому что он защитил свои крестьянские и вообще демократические ценности. Так ему сказали, что он террорист номер один. Короче говоря, сегодня много чего творится. История повторяется. Вчера, кстати, я, чтобы вы поняли, я не скрываю этого никогда. Я правый центрист по своим политическим взглядам. Я никогда не был слева, никогда не буду, надеюсь, слева. И я как бы смотрел вчера, с удовольствием посмотрел фильм, коротенький фильм про... Вчера была годовщина убийства Ицхака Рабина. Я помню этот день. Я был в Израиле. Это был мой первый год в Израиле. И я тогда уже был... Я работал в охранной компании, тогда уже был начальником смены. И я обходил участки. Там у меня все в одном месте было, знаете, такой микрорайон такой, где у нас были разные охранники в разных местах. Я должен был их обойти, проверить, чтобы все в порядке. Вот. И я обходил, подошел к одному из мест. Это был зал торжеств. И я смотрю, что-то посреди свадьбы все просто выходят и уезжают. Такого еще не было, я не видел. И подошел к охраннику и спрашиваю, что случилось. Он говорит, а тогда не было же мобильных телефонов еще. 95-й год. И он говорит, стреляли в Рабина. Я говорю, значит, стреляли в Рабина. Это Израиль. Стреляли в Рабина. Я говорю, значит, стреляли в Рабина. Ну, вот стреляли, вот в него три раза выстрелили. Сейчас все ждут, что перейдут под новостями. Все в машины сели, включили радио и слушали. Я помню это объявление, когда прервался какой-то там передача. И сказали, сейчас поступило официальное сообщение из больницы Ихилов, что премьер-министр Исхак Рабин скончался от полученных ранений. 95-й год. И 25 лет отмечается в этом году. Это был, конечно, шок для всех. Я честно говорю, я не любил политический взгляд Ирабина. И до сих пор не люблю. Я не понимаю левые взгляды. Но это был шок для всех. До сих пор. И история повторяется, потому что все началось тогда с призывов левых радикалистов, особенно религиозных. Я не обобщаю религиозных ни в коем случае. Но призывы были к убийству Рабина. Его везде рисовали в портретах в нацистской форме, в форме гестапо. И в конце концов это закончилось его убийством. Я хочу просто напомнить, что сейчас проходят демонстрации на улице Бальфа в Иерусалиме, где точно так же Нетаньяу изображается в форме гестапо. Скажите, что меня нет. И тоже призывают к его убийству. И никто ничего не делает, к сожалению. Ну, то есть, происходят разные вещи. Происходят разные вещи, хорошие, нехорошие, в основном нехорошие. Но, опять же, мы с вами знаем, что в послании Кремля написано, что любящим Бога, призванным по его вызволению, все содействует ко благу. И в последнее время в интернете появилось очень много разных всяких инсинуаций по поводу того, что вот-вот Мессия придет, что уже за последние три месяца, он раз пять уже должен был прийти. Помните, да, что вознесение будет. Не читали в Фейсбуке? Что вознесение, уже пять вознесений было за последние три месяца, пять вознесений было. Да. Фейсбук вам все расскажет. То есть, уже люди не в Библии верят, а в Фейсбуку. Лжепророков целая куча, лжепророки говорят, что вот они там уже все знают, что они самые избранные, видите, за нами, заставляют, толкуют Библию непонятно как, то есть, в свое собственное удовольствие, как хотят, так и толкуют. Люди, к сожалению, которые идут за ними, это те, кто Библию знают только со слов этих самых лжепророков. Ну, короче говоря, ничего, а? Они знают слово. Да, они знают слово пророк, да, и лжепророк они не знают. С другой стороны, тоже другая крайность. Все такие, знающие Библию, очень хорошо знают всех лжепророков, но никто не знает ни одного истинного пророка, и поэтому они теперь пророка вообще не слушают на всякий случай, чтобы лжепророку не попасть. И, короче говоря, балаган. Балаган, в христианском мире балаган, Папа Римский, там опять на него все нападают, и кто-то нападает, кто-то защищает. Ну, короче говоря, там, я хочу просто... А, и все, к чему все это говорится, да? Все говорят, то есть, вы понимаете, что это конец. Покайтесь, ибо конец. И вот мне недавно прислали такое сообщение, одна из наших сестер. Вот, значит, такое, опять же, такое опубликовали в Фейсбуке, и что вот вам эти вот все, как это называется на русском-то, мафьяним, называется, иврит выучил, русский забыл, свойства, параметры, которые совпадают все перед приходом, перед вторым пришествием Иисуса Христа. Я сразу успокоил, говорю, не переживай, второе пришествие уже было. Мы ожидаем третьего. Поэтому сразу как бы, ну, надо же человека успокоить, а то же она все второго ждет. Второе-то уже было, третье должно быть, последнее. Вот, и я ей прислал одно только местописание. Я говорю, почему это еще не конец? И мы сейчас о нем поговорим. Я хочу прямо вот это местописание сегодня разобрать. Это 24 глава Евангелия от Матфея. С третьего стиха мы его разобьем на кусочки и разберем. Это, будем так говорить, ну, вы знаете, да, что из трех лет жизни Иисуса Христа на земле мы с вами знаем примерно про сто дней, плюс-минус, его служение. Плюс-минус. Если не считать сорокодневный пост в пустыне. То есть, вот из этих ста дней, это примерно где-то первое-третье его служение. То есть, он уже начал рассказывать, то есть, уже ученики поняли, что он должен уйти, а потом прийти, чтобы все завершить. Это они уже поняли. И вот с третьего стиха, 24 глава. Когда же он сидел на горе Ильонской, то приступили к нему ученики наедине, наедине, подчеркиваю, наедине. То есть, не было этой толпы, которая всегда его окружала, это были его ученики. А учениками он называл только двух, две категории людей. Это 12 и 70. Окей? Значит, в данном случае здесь речь идет уже, исходя из контекста, о 12. И спросили его ученики, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Вот они задали конкретный вопрос. И дальше Иисус совершенно конкретно отвечает на этот вопрос. Первый, в 4 стихе написано, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Что значит прельстил? Это значит, что кто-то расскажет вам какую-то историю, которая вам понравится. И вы за ним пойдете. То есть, вас привлечет к какой-то истории. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. И мы с вами знаем, что уже были такие лжехристы в разных церквях, в разных общинах. Это называется псевдо-христианские общины, которые христианами назвать невозможно, потому что они говорили, я Христос. Что такое Христос? Христос – это Мессия. У нас есть сегодня хасиды разные здесь в Израиле, в которых тоже каждый глава хасидизма какого-нибудь, он Мессия у них. Самый известный Мессия современности – это Любавический Рэбе. Окей? Это один из последних. Есть еще Равин из Браслева, этот Рабин Ахман. Каневский, он пока его еще не умер, поэтому Мессии еще не объявили. Но это к тому близится, да. Он уже при очень приставил их лет, поэтому как бы если не воскреснет, то все, значит, Мессия очередной. Так вот, многие будут говорить, я Христос, и прельстят вас. Кому он это говорит? Вы же понимаете, да, что он это говорит не христианам, он это говорит обычным верующим иудеям, которые были его учениками. Тогда ведь христианства не было еще. То есть он говорит, что придут какие-то люди и говорят, я Христос. Что происходит сегодня? Почему ни одного из этих людей, которых сегодня называют Мессиями, как, например, Раби Мелюбавич или Раби Нахман, не называли Мессии при жизни? Потому что, скорее всего, они были здравомыслящие люди. И они, скорее всего, не дали бы себя назвать Мессией. Но когда его в живых не стало, очень удобно объявить его Мессией. Пока еще никто не... Нет, у нас был один такой, не у нас, в смысле, а где-то в России был один такой, который объявил себя Христом, собрал там Мессии, эту самую, мессианскую общину какую-то, из-за этого мессианских там не полюбили, хотя никакого отношения к Христу не имели. Но были люди. Уже в истории были люди. В Корее было таких много людей. Здесь в Израиле, говорят, кто-то был такой, кто объявился о Мессии, не знаю, не слышал, но говорят. Не буду... А? Да, книжку написал. Вот. И дальше он пишет. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит этому всему быть, но это еще не конец. То есть у нас сейчас есть разговоры всякие про войны там, войны здесь. Сейчас вот весь исламский мир радикальный объявил войну лично Макрону. Франции. Теперь, значит, они собираются воевать с Францией. Теперь, значит, есть радикальные исламисты, которые против договора Арабских Эмиратов, Бахрейна и... Не Бахрейн, да, Бахрейна и Саудовской Аравии с Израилем. Они теперь их объявили врагами. И вот дальше что он пишет? Смотрите. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады и моры и землетрясения по местам. То есть народ на народ уже восстал, царство на царство восстал, и теперь осталось глады, моры и землетрясения по местам. Да? Но там дальше оптимистик говорит, хуже некуда, есть куда. Он говорит, это только начало болезни. Начало. То есть мы думаем, что это конец, а это только начало. То есть мы как пессимистами думаем, что хуже это некуда, а оказывается, есть куда. Да, то есть еще не конец. Коронавирус, он как бы, ну, одно из, да, начало, почему он говорит, начало болезней. Обратите внимание, сколько было уже опасных вирусов вот только за последние 20 лет. На моей памяти 4. N1H1, SARS, свиной грипп и птичий грипп. Окей, и сейчас еще вот этот коронавирус, пятый. Против всех изобрели вакцину в течение трех месяцев. Против этого еще не изобрели. Что это значит? Это значит, что мы должны привыкнуть жить с этим вирусом. Окей, привыкнуть. То есть мы должны соблюдать какие-то правила предосторожности. Это начало болезней. То есть болезни еще будут. Должны ли мы этого, как верующие, пугаться? Нет. Почему мы не должны этого пугаться? Потому что нас ждет другое, наше гражданство небесное. Вот помните, когда начался коронавирус, все страны отправили самолеты по другим странам, чтобы собрать своих. Вот точно так же Иисус соберет своих. Он говорит, будет скорбь, и ни одна плоть бы не спаслась, если не сократились дни эти. Но ради избранных. То есть Он заберет избранных. Дальше, 9 стих. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Вы говорите, их уже некуда? Написано, будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы за народами, за имя мое. На самом деле, это уже происходит. Сегодня христиане ненавидимы во многих частях света, в частности, в Турции. Опять очередная волна в Китае, да, начинается. Христиане уже умирают за свою веру. Мы знаем, ИГИЛ там расправлялся с христианскими деревнями просто. В Турции Софийский собор объявили мечетью. То есть христианские ценности запрещено преподавать в школе, потому что толерантность. Не дай бог мусульмане возмутятся. Или там буддисты, или еще кто-нибудь. То есть уже начались гонения, но пока еще нас не убивают. Ну, нас пока не убивают. Других-то уже убивают. Мы-то на себя не хотим это принимать. А других-то уже убивают за имя Христа. Десятый стих. Тогда соблазняться многие, видите, написано, многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Это страшный стих на самом деле. То есть получится, что у нас внутри тела Христова тоже может быть такое, что будут предавать и ненавидеть друг друга. То есть может быть такое, что предательство будет не только среди неверующих, но и среди верующих. И кто будет предавать? Свои же. То есть те, кому мы доверяли. Но пока еще, слава Богу, в церквях этого нет. Хотя сегодня в Израиле, вы знаете, есть такая радикальная организация, называется Ядли Ахим. Они против мессианского иудаизма вообще в принципе выступают, против христианства. И если организовывать сообщения, особенно ивритоговорящие, особенно ивритоговорящие, они обязательно внедряют туда человека, который все разузнает, потом им все докладывает, и они все про всех знают. И начинаются гонения на этих людей. У нас есть друзья, которые, у меня есть друзья, которые вынуждены переехать из частного дома в большую квартиру на высоком этаже, потому что им в дом закидывали камни, закидывали собачьи фекалии, там страшное дело, детей запугивали, по ночам там устраивали им, им стекла били, потому что они мессианские евреи, и они очень имеют сильное влияние, то есть они такие очень влиятельные евреи. Так вот, сегодня мы знаем, что все равно люди ненавидят друг друга. Сегодня главы церквей, епископы церквей, к сожалению, не буду называть фамилии, кто знает, тот знает, открывают целый YouTube-каналы, чтобы поносить других. Почему? Потому что он украинец, а тот русский, этот армянин, тот азербайджанец. Открывают YouTube-каналы и поносят, а азербайджанские пастора рассказывают плохо об армянских, армянские, об азербайджанских, русские, об украинских, украинские, о русских. Теперь Иисус говорит, должна быть любовь между вами. Так узнают, что вы мои ученики. И как же теперь люди, они же ведь смотрят, они же видят не нас, обнимающихся и поддерживающих друг друга, они видят эти популярные, или я бы сказал так, популистские каналы в YouTube. И как они узнают, что мы их ученики, зачем им нужен такой Бог? Они открывают первый канал по телевизору, там все поносят соседа. Открывают YouTube, там есть на христианский канал, там пастор, епископ, трататаевс, преподобные, и поносят какого-нибудь другого такого же преосвященнейшего, как он. И они говорят, зачем нам такой Бог? Зачем нам такая вера? То есть, уже проявляется все это. Дальше, 11 стих. Многие уже пророки восстанут и привестят многих. Уже пророков много стало, на самом деле. Много. Сейчас рассказывают, как я уже говорил, про вознесение. Причем, у нас вот, когда было закрыто все вот недавно, сейчас вот в Европе начинается, опять говорят, вот сейчас началась великая скорбь, вот скоро вознесение. Тут даты называют, там, вот, приготовьтесь, 12.05, в пятницу, значит, церковь вознесется. Все сидят, ждут 12.05, 12.06, выглянули в окно, никто не вознесся. Опять лжепророк. И эти лжепророки не каятся, но люди все равно их обсуждают. Почему это все происходит? Вы думаете, что как здравомыслящие люди не отдают себя, что не читают то же, как и я, или как и вы Библию? Конечно, читают. Но для чего все это пишется во всех этих средствах, так сказать, массовой информации? Чтобы отвлечь нас от Бога и привлечь к обсуждению этого бреда. Это тоже тактика. Дьявол чувствует последнее время, и он использует все средства. Для этого мы к этому сейчас приближаемся. Как он это дальше делает? И дальше смотрите, что написано. 12 стих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Люди сегодня вот в этом состоянии страха, который им внушил коронавирус, пытаются спасти свою психику. Это нормально. Мы защищаемся, мы не хотим жить в страхе. Но как человек обычно спасает психику? Вот как ребенок спасает свою психику от страха? Что он делает? Что делает ребенок? Идет к родителям. Он говорит, я буду спать с вами, мне страшно. А взрослому человеку куда пойти? Куда пойти взрослому человеку? Если он верующий, он стремится пойти в общество, в общение святых, в церковь. А если он не верующий? Некуда пойти. Ему не с кем вообще. У других те же проблемы. Им самим страшно. Они говорят, не приходи ко мне, не дай бог у тебя коронавирус. И в церкви люди начинают служить сами себе от страха. А почему? Потому что они плохие верующие? Нет. Подключается второй фактор. Называется десоциализация. По-моему, я первый, кто ввел этот термин. Десоциализация. То есть, из нас делают перегородки. Мы теперь не можем общаться, не можем встречаться. Слава Богу, что мы с вами здесь. А я как уже сказал, во многих церквях нет служений, потому что их больше. Они не могут больше 20 человек собираться. Они все равно онлайн. Ну, я знаю, например, наша церковь в Петахтик, они собираются неделю сейчас Петахтиква собирается, неделю Дешарон собирается с Кварсавой. Остальные смотрят онлайн. Но тоже не выход. И это хорошо, хоть какое-то общение есть. Домашние группы собираются. Опять же говорю, а если не верующие, куда им? У них нет домашних групп. Только телевизор. А там, как на иврите говорят, шелонеда, чтобы мы не знали. Так вот, нас разъединяют с одной единственной целью. Знаете, это знаменитый постольчик? С глаз долой и сердца вон. Нас разъединяют намеренно. И вы думаете, что это мысли, посеянные Всемирной Организацией Здравоохранения? Или, может быть, каким-нибудь там профессором, который рассказал, что коронавирус это настолько опасный вирус, смертельно опасный, что от него простая маска помогает? Нет. Это дьявол сеет эти мысли в нужные головы. Нужные головы с этими мыслями смиряются и говорят, ну, если и здесь, и там, и там, и там, говорят об этом, они же по Библии тоже, как бы, если существует двоих, то оно истина, все, надо закрывать, надо изолировать. Происходит десоциализация. И вот, в связи с этим совсем, смотрите, что происходит дальше. Дальше здравомыслящие люди все то, что я вам сейчас говорю, понимают. Но они все подотчетны и подпочинены государству. А государство говорит, разъединить. Новая концепция? Нет. Концепция старая. Разделяй и властвуй. И что это порождает? Порождает бунт против государства. Вы видели все эти демонстрации, которые были здесь в Израиле, эти вооруженные столкновения на площади в Риме. Я надеюсь, видели. И это еще не конец. Это еще не конец. Будет хуже. Потому что задача дьявола сейчас всех отвлечь от Бога и привлечь к соблюдению собственных границ. Защитить свою психику. Вылить свои эмоции. Поругаться с ближним своим. Потому что на его царство дьявола основано на страхе и ненависти. Не на любви и прощении, а страхе и ненависти. Это то, что он пытается сейчас внушить людям. В том числе через Фейсбук. Мы с вами договаривались, что у нас, когда мы только начинали нашу церковь строить, что у нас будет служение основанное на теологически правильном учении. И мы должны вникать в учение. Я не призываю сейчас никого бунтовать против власти. Наоборот. Если вам сказали одеть маски и ходить в масках, ходите в масках. Сказали разделиться, разделяйтесь. Но не забывайте, что наше гражданство небесное. Мы с вами служим Богу, который выше всего этого. У него нет планов против нас и против своей церкви. И написано, что он заботится о своих. Написано, что он ушел туда не чтобы нас оставить здесь наедине с проблемами, а он ушел туда, чтобы приготовить нам обители в доме отца. И написано, что нас ждет другое царство. не царство болезней, бунтов, войн, землетрясений, гладов, моров и всего остального. А написано, царство, где нет ни смерти, ни болезни и всякую слезу утрет. Об этом мы должны помнить. И по вере нашей да будет нам. 13 стих. Претерпевший же до конца спасется. То есть, Иисус совершенно конкретно говорит, будет плохо и с каждым днем все хуже и хуже. Если вы думаете, что если вы покаялись и у вас все теперь будет в шоколаде, я дам вам оптимистический настрой. Не будет. Или будет, но не все. Но шоколад будет. Иисус говорит, претерпевший до конца спасется. Дьявол будет испытывать каждого сейчас на прочность. Каждого. Всякими способами. Вы даже представить себе не можете, что у него в голове. Просто даже представить себе не можете. Почему? Потому что он настолько изощрил свой разум. И он настолько умеет. Вы обратили внимание, что будут лжепророки и прельстят. Почему прельстят? Написано даже избранных. Потому что дьявол даже самому Христу в пустыне говорил ложь по Библии. Сейчас скажу. Так вот, дальше написано 14 стих. Идем к оптимизму. 14 стих. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Отмечено, да? Все. То есть написано в Евангелии, это я Матфея вам читаю, да? У Марка написано проповедано будет Евангелие до краев земли. Это значит, что пока Евангелие не проповедано до краев земли, это не конец. Конец для нас это хорошо, потому что мы попадаем в другое царство. Для нас конец хорошо, для непокаившихся плохо. Потому что написано ради избранных сократятся дни скорби, а для них то нет. Я сейчас никого страхом не спасаю, я просто говорю, пришло время задуматься, даже упокаившихся и избранных. Сегодня нам и вот эти вот запретили полеты. Вы обратили внимание, как один маленький коронавирус сразу победил ИГИЛ, Аль-Каиду, эти цветные революции и все остальное. Моментально. Один маленький вирус. Были Аль-Каиды, были террористы, были угоны, ничего не закрывали, небеса все летали, все было хорошо. Вирус все закрыли. Нам препятствуют в продвижении Евангелия. Миссионеры никуда ездить не могут. Не могут. Обратите внимание, открыли небо над Саудовской Аравией, над Бахрейном, над арабскими а мы не можем полететь. То есть как бы со 2 декабря лететь уже можно, но как бы никто не полетит и не будет там сидеть в Дубаях 2 недели в карантине. Но тысячи билетов уже продали за первые 24 часа после того, как объявили. Очередь стыда. Билетов больше нет. Пока до конца февраля билетов, до конца января билетов нет. Пока. Так вот, дьявол пытается перекрыть нам пути проповеди Евангелия. Обратите внимание, когда произошло все это. Когда начались переговоры о мирном процессе с арабскими странами. Там еще Евангелие не было проповедано. И сразу все позакрывалось. Но написано, почему я это утверждаю, это не просто так инсинуация взятая написано. Из Сиона выйдет Тура и Слово Божье. Откуда? Из Вашингтона? Может из Парижа? Или из Москвы? Нет, из Иерусалима. Иерусалим подписывает мирные договора со всеми арабскими странами и закрывают небо. Но оптимизм. Есть интернет. Есть интернет. Мы можем сейчас общаться с людьми за границей проповедовать им Евангелие, не боясь того, что на их территории, их страны проповедь Евангелия запрещена, но интернет не их страна. Они там есть и им можно проповедовать. Мы же хотим, чтобы пришел конец. Мы же все хотим там, где хорошо. Надо проповедовать Евангелие. Потому что те, кто говорят, что хуже уже некуда, я говорю, есть куда. И чем быстрее это закончится, тем лучше. Я не призываю сейчас никого к смерти. Нет, чтобы вы поняли. Я призываю вас всех к вечной жизни. Наша вечная жизнь не на земле, дорогие мои братья и сестры. Не на земле. Наша вечная жизнь началась в момент покаяния и она вечная там. Здесь она временная. Я не знаю, как вы, а мне терпеть это все не хочется. Мы должны сделать максимум для того, чтобы Господь, придя сюда, в третье свое пришествие, очень тяжело говорить с христианами и традиционными про третье пришествие Иисуса Христа. Но, тем не менее, в третье свое пришествие он придет сюда и спросит, я дал тебе интернет, я дал тебе возможность говорить, писать, как ты использовал эти таланты? И ты ему скажешь, ну я это в инстаграме лайки ставил. Видео смотрел на ютюбе, как один епископ другого поливает. А другой придет и скажет, ты мне дал интернет и я разговаривал с арабом в Саудовской Аравии, к нему пришел Христос и сегодня он отдал свою жизнь Иисусу. И он скажет, заходи в радость Господина своего доброго и верного и верного и верного и верного это не я сказал. Иисус скажет, выкиньте его в тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Не хочется там оказаться. Нам сегодня нужно задуматься над тем, как в новой ряде. Раньше все было просто. Подошел на улице, вы в Иисуса верите, а вам, да вот, знаешь, куда тебе нужно идти. И ты говоришь, Господь тебя любит и следуй. А сегодня ты не можешь так подойти к человеку на улице. Он подумает, что ты ему коронавирус принес. Но в интернете ты можешь. Если ты будешь искать способы, как проповедовать, как исполнять его великое поручение, ты в конце концов это поручение исполнишь. Потому что Писание не говорит нам никогда евангелизируйте, Иисус же не призывал, создайте каждой по мега церкви. Он же не так сказал. Он сказал, на небесах радость будет по одному покаявшемуся грешнику. Если каждый из нас, у нас два с половиной миллиарда верующих в Иисуса Христа. Если каждый из нас по одному человеку приведет в Царствие Божие, это уже больше половины мира. У нас в три раза больше. Нормально. Если каждый по одному и будет радость великая. Ведь Иисус за всех умер, написано. Нам нужно приложить максимум. 24 глава, 23 стих. Тогда, если кто скажет вам, вот Христос там или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжехороки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прелестить, если можно, избранных. Вот я наперед это все сказал вам. Сегодня куча. Я не говорю про все служения, нет. Есть много служений и исцеления, где люди исцеляются не по вере, а реально. То есть, вот за них молятся, и они исцеляются. Вот они идут прям завтра делать анализы, и у них все абсолютно исправно в организме. Но есть много разных лжеслужений, где люди исцеляются по вере, типа того. И эти служения не ради Иисуса Христа, хотя его именем бесов изгоняют. Это из той серии, когда помните, дети первосвященника ходили и говорили именем Иисуса из Назарета, которого Павел исповедует, выйди вон. Он вышел, посмотрел, дальше продолжение вы знаете. Что там было? Так вот, написано в основном лжехристы. Кто такие лжехристы? Лжехристы в разных переводах по-разному, но просто чтобы, так сказать, не вводить в заблуждение, сказали, что вот, ну перевели так, это лжехристы, а тот антихрист. То есть, типа антихрист будет один. Я утверждаю, что антихристов будет много. Что такое антихрист? Антихристос это вместо Христа. То есть, слово анти в буквальном переводе переводится вместо или замещающий, то есть, ненатуральный. То есть, антихристос это кто-то, кто скажет, я вместо Христа. Здесь был такой Ирод Антипа. Слышали про такого? Да, как его настоящее имя было? Не Антипа, а Антипатер вместо Отца. Поэтому его никто не принимал, потому что его отец был великий царь, а он сказал, что он такой же. Он ненатуральный. Помните, Иван Васильевич меняет профессию? Царь ненастоящий. Вот такие вот ненастоящие восстанут. И написано, что они будут приличать нас. То есть, многие увидят вот в этих вот мелких и незначительных местных знамениях что-то великое и вселенское. Хотя Иисус говорит чуть дальше, что вот как молния от севера до, как он сказал, от запада до востока его видно, да? Молния. Вот так же, говорит, будет приход Сына Человека. Не будет никаких местных явлений и знамений. Не будет. Вот когда было пробуждение на улице Азуза в Америке, помните? Известное пробуждение сто лет назад. Все видели облако над церковью и поэтому туда приходили. Потому что Бог не делает мелкие знамения на небольшом участке земли втайне. Уж если бы он делал втайне, то никто бы не ужаснулся и не пал на колени и сказал, будем служить Богу Израилю, когда Илия Пророк налил четыре ведра воды на жертвенник и сошел огонь с неба, который все видели. Вот так же будет точно и тогда. И дальше он говорит, о дне же том никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой. Но как было во дни Ноя, так и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до дня, как вошел Ной в ковчег. Почему Иисус приводит в пример именно Ноя? Почему никого-то другого? Потому что давайте вспомним, что было, когда были дни Ноя. Написано в Писании, что извратилась земля. И Бог сказал, не вечно быть поругаемым Духом. Он вообще раскаялся в том, что людей создал. Настолько было все плохо. Сегодня говорят, будет, потому что мы увидим много гомосексуализма, вот тогда, значит, это как в одни Ноя. Простите, про Ноя не было ничего сказано в одни Ноя про гомосексуализм. Это было позже. Это было Хатом и Гамор. После потока. Но там написано извратилась земля. И в 6 главе, по-моему, 8-9 стих, проверьте меня, в бытие, 6 глава, 8 стих, да, написано, Ной обрел благодать перед отчаяния Господа. А дальше написано, в 9-м, по-моему, стихе написано, вот житие Ноя. Ной был непорочен и ходил перед Господом. То есть, что значит, непорочен? Не было на нем греха. А теперь смотрите, что происходит. В 7 главе, с чего начинается 7 глава? В 6 главе там есть описание, как будет из чего состоять ковчег, как все это произойдет. С чего начинает 7 глава? Проверьте меня, потому что я могу ошибаться, как там написано дословно, но смысл вот в чем. До этого мы слышим о том, что Ной, у него было трое детей, у него была жена, один из детей был уже женат, и у него был друг, внук, звали его Ханан. Окей? А 7 глава и там ничего не сказано, что у него дети праведники были. Ничего не сказано. Но написано в 7 главе, но ты и семья твоя войдете в ковчег, потому что ты обрел благодать перед Господом. Так написано 1 стих в 7 главе? Да? То есть, почему Иисус упоминает именно про Ноя? Потому что вся его семья, уверовавшая в то, что, там написано, что не помогали ему строить ковчег. Да? Они единственные, кто поверили, что нужно строить ковчег. Они и оправданы. И они, все остальные над ним сменялись. И когда Иисус говорит, что будет как во дни Ноя, то есть, все будут беспечно расслабляться, а в это время только мы с вами, которые знают, где находится тот самый вход в тот самый ковчег, будем строить и призывать, строить и призывать, строить и призывать. И кто с нами войдет, тот спасется. Не нашим именем, а именем Иисуса Христа, потому что он не порочен. Он и вся его семья. Именно поэтому мы называемся невестой Христа, вся церковь. Мужчинам неприятно это слышать, но тем не менее. Мы все невеста Христа. Мы из-за него туда входим, потому что он обрел благодать в блачах Господа, и он не порочен перед ним. И те, кто уверует в него и пойдут домостроителями в Царствие Божье, войдут вслед за ним. И написано, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого, когда будут двое на поле, один берется, другой останется. Двое на поле, один берется, другой останется. Кто берется, кто останется? Берется тот, кто поверил. Тот, кто захотел спастись, тот берется, а кто не захотел, тот останется. Две меряющие жернова, одна берется, другая останется. И дальше 24 глава, 42 по 44 стихи. Очень важный момент. Это ободрение. Иисус никогда не говорил, не рассказывал в фильме ужасов. Он не этот, не Стивен Спилберг. У него всегда сценарий хорошо заканчивается. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть, если мы будем бодрствовать, написано, то мы войдем в радость Господина своего. Не будем бодрствовать, тогда мы в проблеме. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. И это он говорит не просто так. Потому что мы не знаем, когда придет дьявол и как он начнет нас атаковывать. В какой момент мы расслабимся и он застанет нас врасплох. Он говорит, бодрствуйте, потому что дьявол, он говорит, какая у дьявола работа, за что ему деньги платят? Украсть, убить и погубить. Вот это его работа. И он говорит, придет вор украсть нашу веру, убить нашу надежду и погубить. нашу душу. Вот это его задача. И вот, чтобы этого не произошло, он говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, когда вор придет. Если бы знали, то не дали ему сделать подкоп. потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. И вот ободрение, собственно говоря, да, мы говорили всю проповедь о том, что хуже есть куда. Но мы-то знаем, что в конце написано, что там нет ни смерти, ни болезни, и утрот всякую слезу. Это значит, что он о нас заботится в любом случае. Мы его. Мы его, он за нас умер. Он воскрес, чтобы дать нам эту жизнь вечную. Был с нами здесь физически. Сегодня он живет в сердце каждого уверовавшего. И сегодня он ходатайствует за нас, и он готовит нам обители там. Но он говорит, бодрствуйте, потому что я когда приду, чтобы вы не заснули, а самое главное таланты в землю не прячете. Исполняйте великое поручение. Оно простое. Идите и научите. Он не говорил создавайте мега церкви. Он не говорил делайте там, я не знаю, конференции, энкаунтеры, там, что еще делают сегодня. Он говорил, бодрствуйте, идите и учите. Не наша задача каить человека. Человек каится сам, это его выбор. Наша задача привести его к кресту. Как к Нойому Ковчегу сказал, сказать, вот твое спасение. А человек сам выберет. Мы должны уважать его выбор, но мы, наша задача сказать, вот спасение. В те времена был Ковчег, а сегодня крест. И к этому кресту мы должны человека привести. и если мы это будем делать, у нас не будет времени ни на всякие лжевознесения, ни на всяких лжепророков, ни на все эти беседы бессмысленные в фейсбуке. Помните, что все эти комментарии вам пишут там, чтобы вас отвлечь от Бога и привлечь к обсуждению никому не нужной информации. не ведитесь на это. Занимайтесь вашим основным поручением. Еще раз говорю, один достаточно. Один грешник достаточно. Если один человек приведет одного грешника в царство Божие, нас станет уже не два с половиной миллиарда, а пять. А если те приведут по одному, то мы покроем весь мир, и тогда придет конец. Но тут уже зависит от выбора, каждого из нас. И давайте будем мыли за то, чтобы у нас хватило смелости, мудрости, времени, понимания того, как мы можем исполнить сегодня это великое поручение, чтобы наш конец стал нашим тем вожделенным началом новой жизни с Иисусом Христом, которого мы все так ждем. Но все почему-то очень боимся. Но боимся мы знаем почему. Потому что нас придут и спросят где и что мы будем отвечать. Поэтому давайте будем не хоронить наши таланты, а применять их не бояться, а говорить нас, слава Богу, пока еще за проповедь Евангелия здесь никто не гонит. У нас есть интернет, где мы можем разговаривать со всеми. Просто нужно искать, просить мудрости Бога, как это сделать так, чтобы это было угодно Ему и полезно для Царства Божьего. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам это великое поручение, за то, что Ты, Господь, сказал Исея с вами до скончания века, и мы верим, что Ты с нами, когда мы идем проповедовать Царствие Божие, Евангелие покаяния, Господь. Ты с нами, Ты поддерживаешь нас, и Ты являешься Духом Своим Святым, потому что написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как в Духе Святом. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Дух Святой всегда был с нами именно в проповеди Евангелия, потому что мы знаем, что Он постоянно с нами, он окружает нас, Он тот, кого Ты послал в качестве утешителя для нас и поддержки, но мы хотим, чтобы мы росли настолько, чтобы этот Дух изливался из нас, как реки воды живой, чтобы люди получали этого Духа, чтобы они каялись, Господь, чтобы видели Тебя, Господь, как Господа своего и Спасителя, и мы хотим исполнить Твое великое поручение, Господь, несмотря на все козни дьявола, которые сегодня происходят, потому что мы знаем, что будут сгущаться тучи, будут сгущаться краски, и мы знаем, что самый темный час перед рассветом, Господь, но мы благодарим Тебя за Твой вечный, за Твой дар вечной жизни, Господь, за то, что Ты дал нам эту возможность приходить к престолу Твоей благодати, просить у Тебя и получать все, о чем Ты просишь, и сейчас мы просим у Тебя сверхъестественной мудрости, смелости, сил, Господь, и помазания сверхъестественного на проповедь Евангелия до края земли. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя и знаем, что все, что мы просим во имя Твое, Отец наш Небесный даст нам. Благодарим Тебя за это и превозносим Твое великое и святое имя. И я сейчас провозглашаю имя Господа нашего Иисуса Христа на каждого из вас, потому что написано в Писании, что если мы будем провозглашать это имя, то имя будет на каждом, и Бог будет с каждым из нас. Иисуса Христа Шаббат шалом.